Расскажите, как вам тепло, удается тепло относиться к своей тёще? Я сама тёща, я люблю своего зятя по-своему, но такого тепла, как, например, к своей снохе я не испытываю. А вы старайтесь. Во всём поможет элемент уважения и старания. А вы старайтесь, а вы безвозмездно уважайте, вы безвозмездно делайте. Я тоже не золотой человек, можете быть вот на стопроцентно уверены. Я бывает, что работаю над чем-то, мне кто-то мешает, или занимаюсь бизнесом, мне кто-то мешает. Я могу тоже и осадить человека, и где-то сказать «замолчи» и так далее. Как любой публичный человек, меня тоже иногда мучает и нарциссизм, и агрессия, как мужчину и так далее. Это бесконечная работа мужчины и женщины. Это бесконечная работа человека над собой. Можно ли сказать, что мы лучше живём, как зять и тёща, чем остальные? Несомненно. Прямо даже не задумываясь над этим, я просто уверен в этом, что у нас очень хорошие, тёплые отношения. Но я могу сказать, насколько она много делает для семьи. Она помогает смотреть за детьми, она помогает мне в бизнесе, она помогает моей жене, она помогает своему сыну, она помогает во всём. Где, какие, и она это делает, не выпячивая, не трубя, и об этом узнаёшь только спустя время. Она помогает, она работает, и она это делает просто безвозмездно. И это, конечно, даёт огромную силу уважать и ценить, и понимать, что этот человек и дорог, и слова никогда не скажет. Это, конечно, потрясающий человек. Таких людей в моей жизни встречалось с ним немного. Мои поздравления вашим мамам. Спасибо. Вопрос. Ученица бесплатных, первый, второй, постоянный зритель вебинаров. Хочу больше углубиться в эзотерику. Посоветуйтесь, с чего начинать? Я вам советую начинать с курса, который называется «Платная первая ступень эзотерической школы Кайлас». Начинайте изучение эзотерической школы Кайлас, начинайте с этого. В честь мам делайте что-то хорошее, доброе. Наша дочь нас ненавидит, ушла из дома, оборвала связь. Что можно с этим делать? Делайте по первой обновлённой ступени, делайте практику, которая называется «Объединение кровью». И тогда у вас всё будет хорошо. Я желаю нам всем хороших выходных. Я надеюсь, этот вебинар был вам и полезен, и интересен. Мне было приятно с вами общаться. Карты скоро выйдут, да. Доделываю, уже чуть осталось. Если можно, врачи настаивают на установке гастростомы моей маленькой дочки, у которой ДЦП, чтобы вводить дополнительное питание для ослабленных детей. Она очень сильно худенькая, мышца атрофирована, рост 140, а вес 18. Ей 11 лет. Я боюсь за её жизнь. Врачи говорят правильно. Я тоже считаю, что нужно ей делать гастростому. Правильно врачи считают. Если не делать, вот тогда нужно будет бояться. Поможет ли Сангая 66 от долгов, предписанных с демоническими сущностями и предками? Поможет. Пожалуйста, из марафона 20 уровней духовного развития, второй день, где медитация. Я прошла два раза запись марафона. Эти два раза я расслаблялась до оцепенения, но не засыпала. Ну и что? Когда я расслаблена, были необычные ощущения, как будто что-то покалывало до болезненных ощущений. Я с трудом терплю до конца сеанса. Что это? Невралгии. Они таким образом лечатся. Терпите и всё пройдёт. Также лечат таким образом психические заболевания. Я желаю всем прекрасных выходных. До следующего семинара. Ещё раз хочу вам сказать о том, что уже сейчас на сайте duiko.guru выложена информация о моём семинаре обучения, трёхдневный семинар обучения целителя. Я всех приглашаю посетить данный семинар. В данном случае он до, по-моему, 8 августа включительно идёт у нас со скидкой аж 20%. Поторопитесь, чтобы не переплачивать. Приобретайте семинар. Приходите на мой семинар, и я вас научу быть правильными целителями. До свидания.